Здравствуй, любимый зритель! Алехандро Боливар продолжает делать Колумбию великой. Let's make Columbia great again! Самый движ сейчас начнется, но если вы случайно попали на это видео, то лучше начните смотреть с первой серии. Ссылка есть в описании к этому видео, либо в правом верхнем углу, где-то там появляется. Мы открыли наших Лея Нейро. Да, кстати, спонсоры вроде должны все видео видеть сразу во вкладке сообщества. Открыли Лея Нейро. Сейчас надо их апгрейдить и объявлять войну Рима. Я вот подумал, что зря я Рим не обвинил в свое время. Сейчас придется немного больше претензий получить. Ну да ладно. 65 золота, то есть все я смогу апнуть. Да, мы тут вышли в темный век. Смотрите, вообще никого в золотом веке нету. Нифига себе. А что произошло, ребят? Почему так слабенько? То есть раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять в нормальном, остальные все в темном. Зашибись. Ну, возьму, наверное, я бы, конечно, это взял. Но дело в том, что у Рима нету корпусов. А эти очки только за корпуса будут давать. Реформа денежного обращения. Ну, кстати, вот это будет работать, потому что я в Австралию посылаю. Каждый открытый уничтоженный в бою каждого морского универа, кроме варваров. Давайте, наверное, реформа... Давайте реформу денежного обращения. Мне кажется, больше будет именно торговых путей. Так, вот и Лионеро. Отныне Великая Колумбия будет доминировать на полях сражения. Причина тому Лионеро. Вот этот чувак с гитарой. Это действительно какой-то бред. Чувак с гитарой офигительный военный юнит, оказывается. Ну да, ну да. Я тут становлюсь просто, чтобы он своего поселенца тут не поставил. Так. Ну, в общем, я сейчас все апаю пока. И, наверное, следующим ходом будем объявлять войну. Риму. Где-то еще что-то... А, вот он. Все апнул. Какой у него звук, когда выбираешь? Реально на гитаре брынчит. Было бы круто, если бы разные аккорды он выбирал. Можно было бы группу крови сыграть. Группа крови на руках... А, кстати... Иногда другие... Другой аккорд играет. Вот, сейчас другой был аккорд. Ну, люди со слухом слышат, я думаю. Группа крови на рукаве, мой порядковый номер на рукаве. Сейчас я проверю, что мы все хапнули. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Ну, я думаю, мы должны сейчас рим сносить просто. А, кстати, вот и новый... Наземный юнт в пределах двух клеток получает плюс четыре к боевой мощи при атаке районов. Это, кстати, интересная прокачка, потому что... Ну, это в связи с тем, что мы слили в новую эру, нам нового этого дали. Потому что это, получается, против, например, центров городов. Неплохо. То есть, вот его как раз можно сейчас на пенсию отправить. Ну, вот это последний город Ацтека тут. Странно, что у меня отваливается по лояльности, конечно. Спарта. Интересно, мы... Майя когда-нибудь найдем или нет? Ну, Спарта, конечно, тоже неплохо пока. Развивается. Баринос. Ну, давайте торговца. Так, универ построен. Верфь. Тут дамба. Плюс шесть производства. Нормальненько, нормальненько. Я так веду, кто тут не нужен. Что насчет кампуса? Блин, вот тут был бы офигенный кампус. Блин, а почему я кахойке не отдал эту клетку, интересно? А, ну, потому что это черт и радиус. Блин. Да. Ну, тут осталась венецианка только и мавзолей в Геликорнасе. Ладно, тут давайте, пожалуй, строителя сделаем. Есть клетки для обработки. Что тут мои любимые Кабул и Наска хотят? Кабул хочет гавань. Наска великого музыканта. Озарение для астрономии. Озарение для астрономии, это, по-моему, университет рядом с горой. Да? Да. Это хрен вам. К сожалению, у меня просто нету гор. Ладно, пока так. В предвкушении объявления войны Риму. Ну, кстати... Ну, ладно, давай. Согласимся. Почему и нет? Модрость пана. Ух ты. Рим выкупил армию Хатусы. Ну, мы сейчас объявим войну и... Хатуса нам тоже войну объявит. Очень хорошо, что Рим у нее забрал войска. Хатус я, кстати, захватывать не хочу. Давайте минус 5 лояльности Риму проголосуем. Юниты плюс 5 к боевой мощи. Хатус какая кавалерия Лионеру? Блин. Какой на кавалерию считается? Ну, по-моему, легкой. В общем, легкой кавалерии давайте плюс. Туда просто вольем все. И на Брюцкую премию, да. Согласен. Ну, давай, легкая кавалерия. Главное, чтобы прошла. Все остальное меня не особо волнует. Есть! Легкая кавалерия. Еееее. Тут заразно, как эти, голосовали. За легкую кавалерию. Ну, Венгер, понятно, не уникальный юнит. Блин, а что другое прошло? А, 20 прироста населения у Паундмейкера. Ну, это ладно. Кто у меня Вильнюс перекупил? Господи, мне там было шесть послов. Троян. Ну. Так. Давайте, во-первых, я хочу вот этого парня использовать. Наземные юниты в пределах двух клеток получают плюс. Вот этого я бы парня как-то... Попытался использовать. Давайте сюда поставим. Сюда поставим. Сюда поставим. Блин. Тут одну пушечку. Ну, что поделать. Пушечка одна будет без мощи по районам. И вот теперь... Я думаю, можно объявлять войну Риму. В союзе он ни с кем. Поэтому объявляем внезапную войну. Теперь... Меня интересует, готова ли Швеция включиться в войну. Готова. Отлично. Заодно золото. И венгр. Но венгр, скорее всего, нет. Потому что он недавно мир заключил с Римом. Хотя он не может просто. Ну что ж, давайте смотреть, насколько хороши эти Лионеро. Надо атаковать ими... В соседстве. То есть 62. О, ваншот арбалет. Ну, это как бы понятно. Да, плюс 5. Правда, командующего. Это все... Вот тут послабее. Стрельцы и пикини. Но этот юнит как раз против... 90. 90. Так. Давайте. То есть, чем больше Лионеро вокруг... Ага, практически победа. Ну, давайте, значит, этого ваншотаем. Сюда подводим. Есть ваншот. Нет, нету. Блин. Ну, такой рандом. Получили посила. Так. Но вот этот звук брямканье по гитаре... Меня начинает раздражать. Честно говоря. Блин, мог, кстати, апнуть. Арбалет. Походил, походил. Сколько у меня арбалетов. У меня такое ощущение, что мы с Лионеро просто сейчас как каким-то катком тут поработаем немного. Кто у нас лидер по науке? Япония. Значит, отправляем в Японию. А, нету ни одного. Ладно, Америка. Америка у нас красного цвета. Чекая, нету тоже научных Конго. Какой-то один город Конго видел. А, Лавента. Тоже нифига. Ладно, давайте пока тогда баблишко потырим у норвежца. Постепенно городу будем подходить. Надо ли мне так этого мушкетера убивать? Следующим ходом вот отсюда к Анцию. Пойдем. Пока исследовательские гранты. Пускай вырастет какие-то до 7, тогда районы буду ставить. Так. Вот этот мне парень очень тут не нравится. Он должен умереть. Но он не умер. Обидно. Кого встретил? Рапануи. Далековато. Так, ну я примерно уже вижу очертания двух континентов. Ну, с Хатусой мы повоюем, к сожалению. Могу, конечно, вкинуть одного посла в Вильнюс, но... ради чего? Ради двух культуры. То есть, ну... Армии у него нету там. Не, я лучше поберегу этих послов. Хатусу я, конечно, захватывать не буду. Я вынесу Рима, она со мной. Научный союз с норвежцем. Ну, почему бы и нет, кстати. Пускай посылает ко мне караваны. Норвежец такой нормальный, брателло. Пусть убился об Лионеро. Нормальненько. Экстратическое наводнение в Кабуле. Так. Странно, что они сразу стрелять еще могут. Продолжение следует... Мне кажется, Анси должен пасть вообще без проблем. Я не хочу тут город ставить поселенцам. Я его просто тут какой-нибудь спрячу. Может быть... Может быть позже. Так, из Баринос у меня, по-моему, бегает... Нет? А, бегает, да. Из Бариноса сперт бегает. Хорошо, откуда у меня не бегает? Из Коэнки не бегает. Так. Рыцарь тоже пока остается. Арбалеты ждут открытия пушек, чтобы проапгрейдиться. А где третий арбалет? Вот он. Вот он. Куда встану. Так. И все Лионеро... Подбегают. Итак, вот этот Лионеро должен бить с какой-то охренительной силой. Плюс 20. Раз, два, три, четыре, пять. Срано. Должен 25 быть, по-моему. А у него почему-то плюс 20 к силе. За каждой юнит Лионеро в соседней клетке. 20. А, они 4 дают, пожалуйста. 4 не дают или 5? А, включили тогда 20. Нормально. Боже, 20 просто. 20. Так, пойду тут следить за тем, что происходит против морских юнитов. Он походил. Жаль. А, вообще, давайте сюда попробую пихнуть вот этого парня. Пью. Боже, какие Лионеро перебафанные, по-моему. Это ужас. Да, это что-то... Что-то сильно круто. Приезжают к вам в страну люди на конях с гитарой и все нафиг захватывают. Это вообще честно? Из кита давайте отправим. Кстати, тут Мавзель. Вообще, мне бы Мавзолей в Богате построить. Вот в Богате он... Блин, здесь... Ну ладно, давайте поставим его в очередь. Конечно, коммерческий район хотелось, но... Ладно, тут тогда Мавзолей в Геликарнасе, а тут поставим театральную площадь. Поставим театральную... Так, давайте Акведук теперь тут в Бариносе. Теодору Розульту Кристина обстреливают, пропадают. Ух. И никого не убили. Ну, Анси, походу, сейчас упадет. То есть ты апаешься и сразу стреляешь бомбардой. Ну, это офигеть. Вот, вот тут, по-моему, самый крутой бонус это то, что ты можешь получать уровень и сразу еще ходить. Я бы против этой цивилизации и не хотел играть в сети. Изи. Боже, за два хода первый город падает за два хода против девяти Лионера и двух... Да. да, тут мы ждем открытия пушечек. спасибо. Еще один арбалет. Два арбалета полностью прокаченных и одному до полного прокачки осталось буквально на 25 экспо. Это просто охренеть, конечно. но это конечно не Великая Колумбия это благодаря Кабулу такая штука работает. лостя кубка Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Слушайте, а что мне делать с этим поселенцем? Я не хочу его там в тундре использовать... Ну, это, похоже, единственные места, где остались... Ну, а смысл? Ну, серьезно, смысл его там ставить? Может, просто удалить? Так, и скиту на золото... Давайте в призбин отправим... Ну, 200 монет попробуем... Украсть... Подождите, а где у меня тут был... А, вот он... Чуть ближе подойдем... Надо еще немножко квадрирем, чтобы потом их во фрегат... Апнуть... Блин, мне в Куэнку на самом деле надо на еду... Караван, поэтому, наверное, в богату... Из богат... В богату отправлю... Так, мы построили... Наверное, две фермы надо... Бахнуть... Ну, в Вильнюсе нету армии просто... Поэтому я как бы... Не особо... Беспокоился, что мне войну объявят... Но факт, что Троян туда влил... Семь послов... Точнее, этих послов немерено, я так понимаю... Блин, где Майя? Хочу найти последнюю... Вторую цивилизацию из этих дополнений... И она где-то последняя просто у меня... Так... Кто у нас без... Киота... Баринос и Каракас? Тут максимум жилья уже достигнут... Ну, Баринос... Давайте, значит, в Каракас отправим... Ну, Баринос... Что там расти? Там... Клетки все еще... Так себе... Откровенно... Так, десять жителей... Тут можно... Блин, ну вот кампус... К сожалению, некуда ставить... Театралку некуда ставить... Ну, да, эти войны лагеря, кстати... Нормально пойдет... В Кита два хода... Еще членовские гранты пока запустим... Боже, сейчас у меня... Арбалеты последнего уровня апнутся... В пушке... Это просто трындец... Да, он понимает, что есть такие возможности, которые нельзя упускать... О, больше меня осуждает... Он... Походу, Лионера просто неубиваемые... Научная теория... Паровые двигатели... Пушки... Ну, вот это тут надо поставить... Ну, вообще, два каравана хороших бегают... И морские юниты хотелось бы построить... Ну, и рационализм надо ставить... Потому что у меня есть города... Больше десяти... Два... Три... Три города... Ну, там, правда, нету кампуса... На самом деле, я за рационализм не так много науки получу пока... Так что, наверное, стоит оставить как есть... Так, тут золото, золото, золото... Ну, в перд отправлю... В перд здесь квадрирему... Индустриализацию, пожалуй... А, нет, пока там квадрирему строится... Ладно, давайте пока банковское дело откроем... Как я там по науке... В середине... А в дереве технологий... Недалеко... Тут впереди Америка... Я, кстати, удивлен, что американец впереди... Его там пилят со всех сторон... С кем он там воюет? А, уже ни с кем... Но все равно удивлен... Так, насколько сильно анция выпадает... Минус одиннадцать... Ну, видимо, надо сюда Виктора... Пересаживать... Мне бы не хотелось, чтобы анци быстро выпал... Ау... Плюс два даже будет... Отлично, отлично... Так... Что мне надо... Ну, Рим мне надо сначала выбрать... Сначала Рим, потом Арпин... А там уже и... Давайте мы, наверное, уже осудим Венгра... Что мы потом пойдем... На Венгра нападать... Что там, что там... Что такое, блин... Это реально было... Знаешь, когда... Мы в них уперлись толстым, реально... И вот уже разворачивались... Они прям не на нас... Что-то мы как-то близко... Пасты не... Сделала... Тут лица... Так... Больше торговых путей можем создавать... Боже... Вот эти пушки... Это... Это будет... Это будет пушка просто... Пушки... Последнего уровня... Это... Это что-то... Так... Мне надо... Чтоб соседство Лионеро... Как можно более максимальное было... Чтобы ваншотать этих ребят... Кирасиры... Ваншот только что произошел... На ваших глазах... Только что произошел ваншот... Ой... Вот это был мисклик... Видите... Всего один Лионеро рядом... И насколько меньше я наношу урона... Чем... Когда было несколько этих Лионеро... Ну это... Легионер... Это все-таки совсем... Уже отсталый юнит... Блин... Я тут... Зря сюда... Попал... Не очень... Круто... Я хочу пушку попробовать убить... Готов... Нет... Не готов... Что? Да... Может просто какой-то массакр... Римских юнитов... Просто... Вообще... Вщент... Вщент разносим... А могу тут дальше пройти куда-нибудь... Хотя я наверно вот сюда встану... Я просто хочу сюда... Пушку... Сунуть... Не... Слушайте... Это... Это что-то... Это что-то нездоровое... Конечно... Вот это... Вот такая война... Мне конечно очень нравится... Как я... Нападаю... Но это... Ну то есть... Вот представьте... Вот в сетевой игре... Это... Без шансов... Просто... Это вот как от этого защищаться... Никак... Это ужас какой-то... Типа... Купите... Боливара... Который будет всех разносить... Ну... Папаян... У нас поедет... В Перд... Нет... В Канберу... Брынь... Это... Какой-то мрак... Вот... Просто сейчас... Не обновляется... Да... Мы сейчас посмотрим... Следующим ходом... Какая будет армия... У... Рима... Я думаю... Она будет никакая... Инка... Встретили... Слушайте... Ну... Реально... Майя... Последние остались... По-моему... Раз... Два... Три... Четыре... Пять... Шесть... Семь... Восемь... Девять... Десять... Раз... Два... Три... Четыре... Пять... Шесть... Восемь... Нет... Еще две... Какие-то цивилизации... Ладно... Еще две цивилизации не встречены... Ммм... Пока нет... Ничего не отправляем... Картахене сделали... Верфь... Давайте... Университет... И у меня, кстати... Плюс... Ну, это, скорее всего, из-за Анция, конечно... Всякие районы в Анции у нас... Гавань вижу... Акведук вижу... Эту... Вижу... Кстати... Тут надо бы... Наверное... Промышленную зону... Вот сюда... Как раз... Да... Очень неплохо будет... Все еще отваливаются Анции... А, я только этим ходом пересадил... Да... Этим вот только ходом Виктора пересадил... Боже, слушайте... Ну, Серега, какая... Вот... Знаете... Только за счет того, что я могу здесь... В Колумбии кого-то захватывать... Я даже не представляю... Как можно было бы... Какой-то другой... Цивилизации... Ну, ладно... Может быть, можно было бы... Александром Македонским... Еще что-то вырулить... За счет захвата... Но в плане развития... Это просто какой-то мрак... Такой... Плохой территории... Я вообще не помню... У меня два... Два меда... Надо будет мед продать... Да... Давайте основ... Основывайте посольство в нашей столице... Знаете... Мне что-то захотелось... Захватить весь наш континент... Внезапно... Как вы думаете, это... Выполнимо? Я вообще не верю, что они могут... Мне какого-то Льенера убить... То есть, это какой-то... Ну... Знаете... Вот... Меня даже... Здесь смущает... Не то... Что я вот так... Легко сношу Рим... А то, что я это делаю... Парнями с гитарами на конях... Вот это... Оно как-то немножко убивает... Ощущение... Вот этой войны в цивилизации... Парни с гитарами... На конях... Прискакивают... И захватывают ваши города... Ну это... Это... Выглядит немного странно... Кабул перекупил... Вот... Вот для этого я и хранил... Послов... Потому что... Нам нужен Кабул... Он нам столько опыта дает... Юнитам... Просто... Так... Теперь... Смотри... Рим... У тебя есть пушка... А теперь, смотри... У меня есть пушка... Шестого уровня... Ваншот... А нет... Выжил... Второй шот... И... Покеда... Так... А где у нас еще... Бомбардочка... Плюс 10 против укрепления района... Это... Ну это какой-то чит вообще... Что ты апаешься и сразу атакуешь... Ну это... Ну это... Ну блин... К перемещению... Ну ладно... Ну мне не... Мне нету смысла брать... На перемещение... Потому что... И так... Юниты носятся... Шо дурные... А про атакуешь все равно... Тут как бы не особо он уже сильно атакует... Но... Так... Этого выносим... Сюда ставим Лионеру... Который будет атаковать Рим... О... У него уже... Фрегаты есть... Да... Че-то они... Слабоваты... Нет... Я не смогу его убить... А вот... Каравелкой смогу... Квадрирема... Пускай стоит... Еще... Квадрирема... Так... Давайте... Давайте... Наверное... Сюда подойдем... Хренаси тут... Караванов... А... Подождите... А... Они в городе... Сорян... Тогда... Ладно... Тогда... Просто стоим... Боже... Ты... У меня еще... Кабул... Столько опыта дает... Просто... Пушка... Ваншот... Ну... Катапульта... Ваншот... Ну... Катапульта... Ваншот... Ваншот... Какое-то избиение младенцев... Тут надо убрать будет Наску... Кстати... А вот тут вообще классно... Я что-то... Смотрите... Вот тут Наску если буду ставить... То оно будет на эти клетки влиять получается... Вообще... Обалденно будет... Боже... Как мне нравится наказывать Рим... Если бы он еще не бренчал на гитаре... Цены бы не было этому юниту... Ну... Я бы против... Вот этого говна не хотел бы в сетевой игре играть... Вообще... Я не знаю... Ну... К вам приходит... 99 силы, да? Давайте посмотрим... Я просто интересно сколько у человека подобного робота... Сто тридцать... Ну... Чуть побольше... Ладно... Сто тридцать... Современный танк... Девяносто... То есть... Сейчас... Лионера... У меня были... Девяносто девять силы... Круче чем современный танк... Что это... Что это вообще за... Как... Как с этим можно воевать? Ну... Серьезно... То есть... Это какой-то... Ну... Перебафанная фигня какая-то... Дико перебафанная... Давайте вот сюда встанем... Чтобы они друг на друга влияли... Просто как... В Риме я себя как дома чувствую... Вообще ничего не боюсь... Он меня не может убить юнит... Ну не может убить... С такой силой... Давайте еще немножко квадрилем... Мм... Верфь... 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 Амбар... Ммм... Ну... Кстати... Можно и амбар... А промышленная зона... То есть... по плюс одному да я бомбар давайте наверно монументы хочу вот эти чтоб клетки сами выкупались там амбар да давайте так ну ой у нас закончится союз что ли с австралией очень интересно что тут бы сейчас рим вообще может сделать а похоже рим не может сделать ничего да грустное зрелище так ансами все еще отваливается все еще твой стану когда виктора отправлял было будет плюс 2 она сейчас рим падает ей и танцы прекращает отваливаться так теперь потихоньку подходим к арпену боже как работают пушки вы посмотрите просто практически уже сняли всю защиту класс сейчас арпен упадет это вообще что-то что-то с чем-то что-то как охренеть и сразу производства добавилось это мрак знаете я в начале этой партии сильно страдала терми какой-то прям просто 4 счетами какой-то вот сверху валится на те читов на те еще читов а а а а еще один город упал класс просто класс у рима поскольку ходов упадет вообще за 5 это вот вот это вот леонеро так работают так кита вырос центр коммерции и на как-то придумать как мне лучше пустыню с этими линиями нас к обрабатывать вот мы три фермы поставим в каракасе пока реконтиризм два хода только через два хода я смогу тут лесопилочку поставить что-то с генерал тут выплыл генерал решил поплавать 76 силы у рима грустно это видеть конечно рим не заслужил настолько унизительного поражения без шансов просто просто без шансов здравствуйте россия вот теперь реально остался последняя цивилизация это майя которую мы не встретили я ставил специально майя чтобы был было было так время монумент амбар в арпине монумент почему мы сначала а монумент ремонтируем потому что он лояльность дает ну пока тут постоим или вообще сбегать не постоим явить этот город не вижу хотел посмотреть что там за город такой сетью кстати кто-то тоже берет черный меня не любит кри меня не любит ну это конечно за захваты городов естественно не польши с тобой торговать не буду меня полное ощущение что я эти миллионеры и венгрию спокойно захвачу 56 силы у рима возможно последние легионы рима оставшиеся давайте виктора в арпин перекинем полевая пушка у меня три пушки последнего уровня как вам прокачка блин да я ж я аж не ходил туда или аквилею сначала брать наверное сетью что это осадная башня бессмысленно было конечно так этот строитель ну тут ферму надо троечка получается так да у рима конечно ой вот это я зря атаковал сейчас у рима конечно без шансов особо то есть я вот эти носки ставлю для этих нормальных клеток офигительный бонус получается озеро крейтер ну да будем 3 деньги заодно прокачивать шпиона ладно я думаю что пора тут уже кампус строить вот в этом месте и давайте открывать индустриализацию блин надо в баринасе как-то петру построить но по ходу петру уже построили да да она открытый уже кем-то построена жаль блин где моя чё за фигня ух ты чё-то мне так недовольство много так еще еще два ресурса могу поторговать хлопок 7 нет что-то мне это пока не нравится может я что-нибудь лучше найду вот соль соль со спартой и еще один ресурс могу оливки почему этот конго не любит вот это норм вот это торганули плюс один боже как как все-таки рим выносится без проблем и тильонеру я вот что-то мне кажется это какой-то чит я встретил рус Россию в прошлом ходом а нами сейчас уже оскорбляет нет сорян селитры продавать не буду опять мне пингалу да выкинули да вы достали сенду можно строить лагеря куча работая наверное хотя можно найти плюс сто процентов давайте пробуем рационализм поставить посмотрим насколько мне больше даст это науки тринадцать ну не то чтобы много воу она серьезно так бумкнула ну да сети все интересно сейчас сети из-за венгрии отпадает или или из-за рима ну на сети только венгрии венгрии может влиять сейчас попробуем тогда виктора туда пересадить минус 9 будет да это что-то много ну аквилеусе мы захватим тоже будут влиять на сети вч perspectiva закончить это получилось что это اور интересно всё это и Что заменять? На сиенде. Так, почему я не могу тут асиенду строить, потому что стоит ферма? А, сейчас мы тут асиенду построим. Что там вообще асиенда делает? Красный строитель. Двиницы золота, производство, жилье, пища за каждые две соседние плантации. Плантации асиенда получают производство за каждые две соседние плантации. Можно строить только на равнинах и лугах с холмами или без. Ну, у меня тут равнины, то есть вот нельзя в пустыне строить, это понятно. Вот плантации. Ну, короче, мне надо рядом с плантациями их надо строить, я так понимаю. Следующим ходом рима, мне кажется, не будет. Плантации асиенда. Плантации асиенда. Плантации. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Амбар Ну давайте промышленную зону здесь поставлю Пойду здесь обработаю медь Так, по-моему По-моему, как-то жизнь налаживается Но это, конечно, за счет Отмороженных гитаристов на конях Которые просто захватывают все Мне кажется, уже до Венгра дошли сведения об этих гитаристах Пусть еще Тут вот Кри просто не в курсе О этих сумасшедших музыкантах Поэтому еще требуют дань Я бы на его месте требовал, чтобы гитар... О-о-о! Что? Кого убили? Полевую пушку? Блинжи... Блин, полевая пушка седьмого уровня! ну рим рим заслужил конечно того чтобы уничтожили убить пушку максимального уровня это вообще каким надо быть отмороженным напрочь 3 просто не в курсе о гитаристах и мы еще не рассказали поэтому он какие-то да не требует блин жалко мавзолей не построили мавзолей было бы очень в тему минус 6 и 3 минус а это почему это потому что у венгра там какой-нибудь венгра темный век а за счет чего тогда отваливается арпен и сети интерес хотелось бы мне знать извините к сожалению тем ходу наверно не захвачу и Субтитры сделал DimaTorzok Ну, следующим ходом рим точно упадет, ладно Венгру подготовиться Ладно, верши построим Пулин, жалко геликарна, не знаю, у ходов сколько, два, наверное, оставалось Универ в картахине Так, надо рабочего, я думаю Еще торговцы, ладно, торговцы Ну, конечно, вот надо всю пустыню так вот обработать Потому что вот этим соседним клеткам будет офигительный плюс Удаваться Это торговцы за счет захвата Городов Рима Так, а почему Рим отваливается? Вот прям за счет Аквилея отваливается У Рима даже темный век А почему Рим отваливается-то? Вообще непонятно Постоим пока здесь Сиенда не строится Брямк Что-то Сиенда тоже какая-то крутая Да, короче, если Если Великой Колумбии Дать Прожить Несколько эпох То это, конечно, трындец Начинается Где Майя, блин? Так, героическую эпоху мы уже вышли Ступу, кстати, я тут просто куплю Ампар, Арпен Давайте Войну Академию Ну, просто чтобы накапливалось больше ресурсов Никогда не помешает Я думаю, это последний ход Жизни Рима Ну, видимо, я со мной Населенная империя Судя по тому, что Швеция мне Восхищается мной Какой мир? У тебя один город остался Мир говорит Давай заключим мир Боже, как приятно отомстить Риму Он мне просто вот начало всей игры Ух Расфигачил Так приятно, что Рима больше нет Ну, и на этом я, видимо, закончу серию Подготовиться в Венгрии, так сказать Ну, я вам хочу сказать, что Лионера Это какой-то мрак Это что-то вообще несусветное Это, конечно, приятно Ну, ощущение какого-то читерства Просто, что ты сносишь все Ну, опять же, повторю 99 силы Это как современный танк В то время как все остальные В средневековье Ну, максимум в новом времени находятся Максимум А ты современными танками атакуешь Это какой-то чит просто Ладно Продолжение завтра Спонсоры продолжения видят прямо сейчас Во вкладке сообщества Спасибо, что смотрите Спасибо, что комментируете Всем пока Спасибо, что досмотрели до конца Я Алексей Халецкий Тот, кто сделал это видео Пользуясь случаем Хочу попросить вас поставить лайк Оставить комментарий И поделиться этим видео Со своими друзьями Или в социальных сетях А также посмотреть другие мои видео Ссылки на которые вы видите сейчас На своем экране Играйте в умные игры И всем пока Субтитры сделал DimaTorzok